МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На улице Грунтовой появятся новые тротуары. Работы тут выполняют специалисты Барановича Ремстроя. 6 августа в Центральной городской библиотеке имени Валентина Тавлая состоялась презентация выставки творческих работ Елизаветы Шмидт под названием «Живет повсюду красота». Поход в лес за грибами или ягодами должен быть безопасным, поэтому знать элементарное правило безопасности нужно обязательно. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». В нашем городе за этот год проделана большая работа по благоустройству тротуаров. Пешеходные дорожки уже обновились на улицах Фестивальной, Брестской, Новаторов, Вильчковского, Комарова, Заслонова, Рокоссовского, Фабричной. Дошла очередь и до улицы Грунтовой. Подробнее в первом материале выпуска. Жители улицы Грунтовой не понаслышке знают, как поры бывает сложно передвигаться вдоль проезжей части, когда отсутствует тротуар. Конечно, движение на этом участке не столь оживленное, как на центральных магистралях города, но тем не менее. Расположенные в данном районе строительные и продовольственные магазины добавили тут транспортного потока. А ведь на этой улице расположено учебное заведение – средняя школа номер 13. И чтобы добраться к ней, детки в учебный период порой идут попросту по краю проезжей части. А если брать в расчет осенне-весенний период, когда темнеет рано, а рассветает поздно, вот и получается так, что школьники добираются до школы и обратно в темное время суток. Ситуацию на данном участке решили изменить кардинально за счет установления полноценного тротуара. За работу взяли специалисты предприятия «Барановича Ремстрой». Часть тротуара была обустроена раньше. Сейчас же работы начинаются от участка, где к улице Грунтовой примыкает первый переулок Тельмана. Сам тротуар будет выполнен из асфальта. Оборудовать его начнут после проведения всех необходимых подготовительных работ и установки дорожного борта. Кстати, сам дорожный борт также будет служить своеобразной защитой от проезжающих транспортных средств. Стоит отметить, что пешеходные дорожки в этом году уже обновились на улицах фестивальной Брестской, Новаторов, Вильчковского, Комарова, Заслонова, Рокоссовского, Фабричной. В списке работ предприятия «Барановича Ремстрой» на предстоящий период участки Погрунтовой, Пирогова, Крупской, Северной, Жукова, Наконечникова и Свердлова. 7 по 17 августа ГАИ в «Барановичах» проверит наличие техосмотра. В течение 10 дней в городе будет проходить профилактическое мероприятие «Гостехосмотр». Главная задача мероприятия – привлечь внимание автовладельцев к поддержанию транспортных средств в исправном техническом состоянии. В Центральной городской библиотеке открылась первая персональная выставка «Елизаветы Шмидт» под названием «Живет повсюду красота». Съемочная группа телекомпании побывала на церемонии открытия выставки и одной из первых оценила работы художницы. 6 августа в Центральной городской библиотеке имени Валентина Тавлая состоялась презентация выставки творческих работ «Елизаветы Шмидт» «Живет повсюду красота». Елизавета Анатольевна Шмидт родом из деревни Кузьмичи Любанского района Минской области. Окончила Бобруйское художественное профессионально-техническое училище. Сейчас проживает в городе Барановичи. Некоторое время сотрудничала с белорусским издательством «Белфакс» в качестве художника-иллюстратора. Заниматься живописью маслом начала относительно недавно, но уже успела принять участие в художественных выставках в нашем городе и в городе Береза. Рисовала я с детства, работала и художником-иллюстратором, работала художником-оформителем, но довольно поздно начала писать картины. А стихи я писала тоже с детства. Когда у меня появилась дочь Алина, я начала писать стихи для детей. Одна книжка была издана, и еще у меня есть «Альманахи» от Российского союза писателей. Елизавета Анатольевна – личность творчески разносторонняя. Кроме живописи, увлекается поэзией, пишет стихи для детей. В области литературы достигла значимых результатов. Является номинантом Национальной российской литературной премии «Поэт года» за 2017-2018 годы. Ее произведения включены в антологию русской поэзии за 2018 год. Награждена медалью Владимир Маяковский 125 лет, учрежденной Российским союзом писателей. В 2016 году выпустил свою первую книгу «Сборник детских стихов с авторскими иллюстрациями». Выставка в Центральной городской библиотеке – первая персональная выставка Елизаветы Анатольевны. Во время ее открытия художница рассказала гостям о своей первой живописной работе, об источниках вдохновения и увлечениях, помимо рисования. Тематика представленных работ весьма разнообразна, и, как отмечает автор работы, это не случайно, ведь тема для произведения зачастую определяется событиями в жизни. Очень разная тематика, потому что бывают разные настроения, разные мысли, разные события в жизни. Участники встречи могли познакомиться и с литературным творчеством Елизаветы Шмидт. Приятным сюрпризом стали ее стихи в авторском исполнении. Посетить выставку «Живет повсюду красота» можно до 6 сентября в зале отраслевой литературы по адресу улица Ленина, 51. В сервисах железной дороги для пассажиров появилось новшество – возможность купить билеты уже в пути после отправления поезда. Электронные ведомости, которые появились у проводников, дают возможность купить билеты на сайте БелЖД, когда поезд в пути. Технология уже работает в поездах бизнес-класса, которая курсирует на участках Минск, Баранович и Брест и Минск-Гомель. Поход в лес за грибами или ягодами может обернуться весьма печальными последствиями. Нередки случаи, когда любители тихой охоты, заблудившись, не смогли самостоятельно вернуться домой. О том, как правильно себя вести и что нужно знать во время сбора грибов и ягод в нашем следующем сюжете. Ежегодно десятки наших соотечественников теряются в лесах. Наверняка многие из вас слышали недавние истории, когда женщина с тремя детьми заблудилась в лесу в Драгичинском районе. При этом самому младшему ребенку было всего 4 года. Благо, история закончилась благополучно, однако помнить об элементарных правилах безопасности будет не лишнее. Собираясь в лес, обращайте внимание на погодные условия. В пасмурную погоду поход лучше отложить. Если поход за грибами или ягодами дело решенное, соблюдайте следующие рекомендации. По возможности не отправляйтесь в лес в одиночку. Изучите основные правила ориентирования в лесу. Сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения. Своевременно информируйте их, если планы изменились. Надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь. Возьмите с собой компас, телефон, воду, лекарства, нож, спички. Не отпускайте за грибами престарелых людей и детей одних. Находясь на тихой охоте, сообщайте примерные координаты. Уходите в лес с утра и возвращайтесь до темноты. Встретив зверя, не выдавайте свой страх и не стойте спиной. Если вдруг заблудились, звоните в МЧС по номерам 101 или 112, либо в милицию по телефону 102. Если вы заблудились в лесу, первое, что необходимо, сориентироваться на местности. Определить, где можно найти воду и огонь, как защититься от холода и организовать ночлег. Если у вас с собой сотовый телефон, наберите телефон службы спасения и сообщите, из какого населенного пункта и какого района вошли в лес. Опишите, что видите по сторонам. Если оказались в лесу без компаса телефона, а свое местонахождение не можете определить даже приблизительно, остановитесь и успокойтесь. По возможности, пейте воду и двигайтесь к цели. Главное для вас выйти к людям. Поэтому важными ориентирами будут линии электропередачи, просеки и тропинки. Обнаружив любой из этих объектов, идите вдоль него и вы обязательно найдете людей. Если на пути повстречался ручей или река, следуйте вниз по течению. Он всегда приведет к людям. Прислушайтесь. Шум трактора слышно за 3-4 километра. Лай собаки за 2-3 километра. Идущий поезд за 10 километров. Идите на звук. Не следует выбираться из леса ночью. Начинает темнеть, лучше займитесь обустройством места для ночлега. Для этого подойдет яма от вывороченного с корнем дерева. Из веток сделайте убежище. наподобие шалаша и подстилку из подручных материалов. Кстати, о борьбе с холодом. Лист газеты, засунутый под одежду, уменьшит теплоотдачу вдвое. Такой же эффект дает и листва, набитые под одежду. Организуя ночлег, позаботьтесь, чтобы ищущие вас не прошли мимо. Повесьте на кусты кепку, носовой платок или лист бумаги. Обломайте ветки, чтобы привлечь внимание. И самое главное, помните, никакие грибы и ягоды несопоставимы с вашим здоровьем и жизнью. Конкурс на платное отделение Барановичского государственного университета достиг 4 человека на место. Среди наиболее популярных специальностей технология машиностроения и информационные системы и технологии, современные иностранные языки и иностранный язык английский, практическая психология, бухгалтерский учет, анализ и аудит и электронный маркетинг. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok